Илью Сычука и Артема Орсика объединяют любовь к техническому моделированию. Ребята давно мечтали научиться конструировать модели автомобилей, самолетов из бумаги и дерева. В отделе технического творчества их мечта стала реальностью. На соревнованиях Илья представил парашют, а Артем сделал ставку на планер. А всего несколько лет назад юные изобретатели и представить не могли, что моделирование станет любимым занятием. У нас в школе сказали, что можно приехать сюда с учительницей. Мы приехали, и я записался на этот кружок. Как-то я уже ходил на плавание, на карате. Я уходил туда, даже годы не ходив. Сюда пришел, как-то интересно здесь. Кроме Ильи и Артема, летающие изобретения продемонстрировали около 100 ребят с 24 учреждений образования. Планеры, парашюты и дисколеты. Три класса авиамоделей, которые с трепетом держали в руках юные конструкторы перед тем, как запустить в воздух. По заинтересованным лицам детей было видно, что, несмотря на то, что воздушные старты проводятся не первый год, популярность этих соревнований сохраняется. Задача этих соревнований – привлечь таких мальчиков к техническому творчеству. Может не столько привлечь, сколько их организовать, потому что это стремление уже у них есть, им нужно его реализовать. Мы им представляем такую возможность. Ну и, конечно, надеемся, что это только начальные старты, эти воздушные, а потом они пойдут дальше. У нас есть система конкурсов и мероприятий, они там дальше более сложные. Мы этих мальчиков как бы воспитываем, растим для более сложных конкурсов. И надеюсь, что для их дальнейшей жизни, что им все это пригодится, что эти воздушные старты – это немножко старты в их будущую жизнь. Я думаю, что дети наши уже устали от игр в мобильные телефоны. Им что-то хочется делать своими руками, как мальчикам, так и девочкам. Вот это основной движитель данного развития этих соревнований. В соревновании принимали участие даже девочки. А это значит, что техническое моделирование имеет свою армию поклонников, независимо от пола и возраста. Количество с каждым годом растет, а значит, главная задача педагогов сегодня – поддерживать и почать интерес к искусству созидания, техническому творчеству. Спасибо. Спасибо.